И я категорически приветствую всех поклонников Варкрафта в целом и рубрики Best Replace. В частности, с вами Баневур и на очереди новый 32 выпуск. Соответственно, начинаем мы традиционно с благодарности всем, кто поддержал эту новую серию. Их у нас сегодня немного, поэтому перечислю все имена. У нас на это времени вполне хватит. Поехали! Валерий Василий Добаевич, 32 рубля, перевел Сланислав Вячеславович, 190 рублей. Бонич больше хардкора, написал он. Переветко! 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 Соточку закинул. Круто, что в 2018 году Варкрафт 3 жив. Спасибо за канал. Продолжайте в том же духе. Локтор Агар. Нетрудно догадаться, за кого играет Переветка. Фокусник наколдовал нам 25 рублей. Чуть не умер, когда смотрел новый выпуск. Пил чай с печеньем и тут, Варя, уйди нафиг, не мешай. Фармить животом, если смеялся и подавился. Спасибо за рубрику. Кстати, только что он навел меня на мысль. Можно собирать самые лучшие цитаты, самые яркие фразочки из проекта Best Replace. И сделать свой топчик, да? Поехали дальше. Николай Сатаев, 31 рубль. На этом наша езда завершается. Мы выключаем мотор, глушим машину, выходим и идем смотреть игру. Спасибо всем, ребята, кто поддержал. Благодаря вашей поддержке наши серии выходят в два раза чаще. Ну, а теперь непосредственно к материалам. Итак, понеслась, друзья, карта Эхо Айлс. И у нас невероятный, феноменальный матчап. Хуман против Эльфа. Кто бы мог подумать, да? Совершенно неожиданный для Варкрафта. В общем, тут сразу трое бегут застраивать. Некогда вообще нам как-то вгрызаться в рассуждения о высоких материях. Мы сразу приступаем к игре. Хуман решил стартовать сразу агрессивно, без всяких там раскачек, подготовок. Трое милиционеров, трое постовых отправляются на патруль, понимаете? И видят несанкционированные застройки. Вот он, таджикская палатка воздвигается. Ну, они лупанули ее разочек, предупредили. Эй, там прозвонили в колокольчик. Бегут дальше. И тут видят, что вообще золотодобыча идет, понимаете? Банк грабят, какие-то непонятные шары. Хрен пойми, какие-то круглощекие персонажи. Ну, хотя, как правило, в России именно круглощекие персонажи имеют отношение ко всем деньгам в стране. Если, конечно, они не стареют и щеки не обвисают. В общем, милиционеры тут же начинают воздвигать КПП, понимаете? Контрольный пропускной. Они воздвигают тут же, соответственно, участок, отдел внутренних дел, эхоайловский, и будут разбираться. Что-то такое вообще. Вот, видите, сразу же три башни. Либеральная, силовая и хрен еще пойми какая. Да, ну вообще, если серьезно, то это стандартная хуманская такая... Нет, конечно, не стандартная, но довольно известная хуманская шалость, агрессивная застройка фастом. Если эльф не знает, как от нее отбиваться, друзья, я эльфу не завидую. Хуман оказался продуманным. Он строит вышки и грейдит их не только у эльфа, но и у себя. Дабы вышедший эльфийский герой, который, к тому же говоря, еще оказался поздним, он, видимо, таверну. Да, эльф еще готовился, понимаете, к таверне. Или, увидев хумана, решил брать кого-то. Ну, панда? Что? Кто? Я не знаю. Кто поможет отбиться? Может быть, какой-нибудь тингер с заводом, который будет постоянно спавнить. Мрази. Да! Еее! Моя интуиция меня не подводит. Ну, конечно, варкрафтерская эрудиция, безусловно. Я ведь настоящий эксперт. Так, это тингер. Ну, я думаю, что все только начинается. И фиг, что у хумана получится. Сразу. Не знаю, кто победит. Возможно, наконец, чайни нашей аудитории, которые жалуются на отсутствие хуманского триуфа в выпусках Best Replace. Сейчас, наконец-то, чайни будут удовлетворены. И дефиниции возымеют свое действие. Хуман обстреливает эльфийский рудник. Эльф пришел в раж хуманских вышек. Но вовремя спохватился хуман, холд и начинает отчинить. У него, правда, нет леса. Ё-моё, леса нет. Золота много, а леса нет. Хоть срывай с леса рабов с голды и беги ими ёлки нарубать. Ну, тингер оказался неплохим решением. Отменяет обе вышки хуману эльф. В то время, я думаю, он вполне может поконтролить рудник и починить его виспами. То есть, вылез из рудника, зачинил быстро в пять рыл. Учитывая, что это бесплатно. И снова добывай. Это вообще довольно типично для эльфа. Вот он еще и нычку ставит. Представляете, наглый. У него тут обстреливают, блин, мейн. С тремя вышками. А он нычку воздвиг. И норм. Тинкер недоконтроливает эльф. Эээ, недоконтроливает. Или, вы знаете, гениальная идея просто отдать этого тинкера. Потому что маны нет. Риле, если это так, то эльфу надо воздвигать памятник. То есть, он отдает тинкера, который уже все заводы исчерпал по лимиту. И без хп и лечиться-то особо негде. Он его просто отдает и сейчас закажет заново. Фуловенького. А ведь у хумана героя нет. Экспириенс получать некому. Я забыл, да, сделать упор, что эта стратегия идет без использования героя. По крайней мере, в начале. Но поскольку сейчас эльф очень сильно хумана отбросил назад, пробрив вышки. Ну, или я не знаю, почему еще эльф отдал так тинкера. Он должен был его подконтроливать. Грамотно отстреливает виспов, как мы видим, хуман, чинищих. Эльф успевает, кстати, их... Да-да-да, успевает их сажать в рудник. Молодец. То есть, видите, виспов он успевает контролить. И всех виспов засейвил. А тинкера так просто отдал. Нет-нет-нет, тут что-то не то. Дерево притопало. Сейчас свежий тинкер с фуллменной выйдет из алтаря и скажет добрый вечер хуману. Это будет... Это будет очень интересное решение. Так вот, хотел сказать о том, что эльфы очень-очень угнетенная, уязвленная, обиженная богом раса. У них вот, видите, какие слабые виспы, слабые рудники, очень слабая экономика. Просто засадил виспов в рудник и стой себе, улыбайся. Вот таким вот макаром. Только второй раз, конечно, это не прокатит, потому что виспы все битые. Оп-оп-оп, побежал. Но не знаю, я бы чинил все-таки, фиг знает. По-моему, потеря рудника более критична, чем потеря пяти виспов. То есть самая-самая беззащитная экономика у эльфа. Абсолютно уязвимые виспы. Ладно, я в 2 на 2 села играл. Я знаю, что у эльфов есть свои ахиллесовые пяты, но все-таки это, конечно, дерзко. У хумана просто открытый рабочий. Приходишь, убиваешь. У орка в боровы они садятся. У андеда тоже, как у хумана, проблема и беда. Но у андеда хотя бы вышка тормозящая есть. Хотя она не сильно кого затормозит. Тут, кстати, в это время воздвигли алтарь силы Альянса и готовятся призвать на помощь Батю. И это не Лукашенко. Это Батя скорее. Я даже не знаю, с кем сравнить, с действующим. Это какой-то Гимли. Я не знаю людей, которые... У него окрас Баскова, но рожа какого-нибудь, не знаю, Кадырова. И что-то в среднем... Ну, не хочется сравнивать Баскова с Кадыровым, потому что... Ну, смешивать. Потому что снова побегу извиняться потом. Не стоит. Начнут опять спамить меня, что я... На что это я намекаю? Ну и так далее. Да, ну тут заводик, который быстренько расстреляли. МК вышел. МК молодой. Неокрепший. Нычка у эльфа ставится. Тин Ли. Ну, не знаю. Лжец-лжец какой-то. Лай. Какой-то врунишка эльф. Наврал Хумана, что у него всего один источник золота. А их два. Готовится. И, кстати, потопал куда-то мейн. Ну да, там две вышки. Особо не отбиться. Ну зачем? Куда потопал второй мейн, неизвестно. Пошел криппинг. Тинкер, какого левела? Просто интересно. Почу ли он левелапчик хотя бы один? Должен был, по идее, боевые когти. А да, да, конечно. Конечно, уже под третий. Но убивал там рабочих Тинкер. Молодец. Ну, а Хуман приступает к нормальной игре. О, МК нашел топающий мейн. Вообще, наверное, Хуман должен был уже о чем-то догадаться. Если бы... Ну, просто эльф... У эльфа мейн гуляет по карте, прохлаждается. И он не выходит из игры. Значит, там что-то на экспанте надо проверить. Было бы, но Хуман не проверяет. Он воздвигает второй барак. И, судя по всему, сейчас перейдет из тавер-дефенса в футман-френзи. Как метко заметил аспирант в ремарке к этому ролику, к этому реплею. Видимо, действительно, Хуман переиграл в кастомке. Ну, не знаю насчет масс-футманов. Вообще, ситуация нестандартная. Здесь нужно, вы знаете, почесать репу. Как следует поскрести макушку пальцем указательным, чтобы понять, что происходит вообще. У Хумана все в порядке с экономикой. Он не запускает грейд на тир-2. Он не ставит экспанд. Он просто шлепает много-много футменов, чтобы добить эльфа. Он думает, что эльфа уже кердык. И не нужно переводить игру в макро. А у эльфа... Кстати, очень много леса. Очень много. Откуда он столько леса наковырял? Непонятно. Видимо, какой-то лес промторг ему отслюняет. Лесхоз. И вот тут Хуман замечает, что эльф, оказывается, вложился в экономику. И, в общем-то, вторая нычка пошла гулять, видимо, на экспандшн номер 2. Ну и Хуман решает просто забросать Тинкера молотками. Но не знаю, не знаю. Заводик под заводом. Тинкер готов подраться даже. А вот неизвестно, сколько ману у МК осталось, к сожалению. Есть ли еще на молоток. Там два футмана. Я не знаю. Но Тинкер как-то не боится. Ничего, окружает. Можно окружить было. Но там арчами, конечно, окружать МК. Это дело очень неблагодарное. Тем не менее, футмены отстают от Тинкера. И переключаются на арче. Тинкеру только это и надо было. Потому что, ну, под магазином он довольно сильно продамажил Маутен Кинга. Так, должен, должен достать механической рукой до шлема Хумана. Но достает один раз. Но футман с криком, а вот и не хватило, летит на свою базу. Но Тинкер не теряет присутствие духа и бежит за ним. Вот просто будет гнать его до самого Берлина. До самого Севастополя за ним будет. Ну, увязался. Гопник настоящий, чё. И конючий ты конючий. Дай мобилу, дай мобилу. С какого ты района? А есть чё по деньгам? Мелочишки не подкинешь? Ну, всё. Не выдержал. Не выдержал мирный футман. И врезал дуба. От отчаяния, безусловно. А вот что делает Хуман. Хуман закладывает. Всё-таки Хуман переходит в экспэншн. Понимая, что экспант есть у эльфа. Господи, эта игра будет... Во-первых, она будет очень долгая. Во-вторых, она будет очень неординарной. Или это тот же самый гоняется? Да нет, скорее всего, уже другой. Гопник нашёл себе новую жертву. Тинкер настоящий гопарь, бандюга. Отжимает у несчастных футманов ценности. Ой-ой-ой, не доконтролил. Не доконтролил. Эх. А кого ты блочишь теперь? Уже никого не осталось. Беги уже домой. К жене и детям. Так, что у Хумана по ресурсам? Там достраивается экспант. И да, всё нормально. Сейчас всё будет вообще. Конечно, у эльфа ситуация неприятная, но мне кажется, не безнадёжная. То есть он может здесь ещё похарасил там, похарасил сям. Только-только достроилась нычка, бегут менты отбиваться. У эльфа, правда, один экспант работает. Да нет, конечно, у эльфа печальная ситуация, у него нет особо продакшена, нет технологий. А Хуман, вот если сейчас в сферическом вакууме предположить, что вот игра началась только что, то у Хумана работают два рудника, двойной энкам. У эльфа одинарный. Ну и плюс у эльфа здание, половина здания ещё осталась на старой базе, вон там два квадрата красных. Как свидетельство о том, что очевидно эльфу предстоит настроить больше красных квадратов в каких-то других местах. Потому что Хуман сейчас за них возьмётся. Короче, эльф начинает заново. Запустил, кстати, Грейт над Тир-2. Это смело. А виспы у тебя есть? С лесом проблем нет. Мы в этом не сомневаемся. Ну да, виспов он там поразныкал. И нычка стоит ещё. Да, нормально. Нажимает эльф Грейт на Тир-2. И не теряя боевого присутствия духа, продолжает сражаться с Хуманом. Там третий тинкер будет, уже приятнее будет, безусловно. Мены будут разваливаться от Робогоблинов. Ну и прессует, прессует. Правда, очень грамотно Хуман разместил свои вышки. Дозорные сооружения поставлены. Ой, МК окружили. Ой, ночь. Можно, можно было. Боже, он ног. Ой, МК там получает, кажется, левел цвай. А левел драй-то нету, наверное, у тинкера. Ну покажите, покажите. Вот левел драй у тинкера. И завод сейчас ещё один пойдёт. Колодец, кстати, там дымится. Но у него есть немножко живительной водички. МК раздаёт арчам. Но, кстати, здесь может отъехать. Можно было арчами окружить и заходить их. И всё. Собственно, до рассвета МК бы там стоял. У него ТП не было. Ё-моё. Ты мог МК оставить в каменном веке? Там пришлось бы рюкзак изучать. Футманом бежать в магазин за дастом. Там уже рассвет наступил, если бы пока он всё это совершил. А что мог в это время сделать эльф? Он мог легко поставить нычку и выровнять экономическое положение. Так, ну это уже не шутки. Они встретились в маршрутке. Тут уже у МК мало хп, у тинкера ещё меньше. Но он из-под робогоблинов не хочет уходить. Нужно контролить ману МК на болты. Вышка. Последний выстрел. Байтит, батит. Посмотрите, тинкер начинает сбегать от футменов. У него не регенит СХП. Это окружение МК. Завод МК. Не знает, что делать. Ему застрелили арчи дальнобойные. И нажимает телепорт. Тинкер красавчик. Просто красавчик. Эльф развёл, развёл. МК пришёл окружать, а забыл, что у эльфа есть персовые юниты, которые враждебно настроены. Экспанд всё ещё, то есть он же мейн эльфийский, всё ещё стоит. Ну, теперь уже будем называть его экспандом. Формально, конечно, это мейн, но сейчас тир-2 на совсем другом здании эльф нажал, на другом дереве. И йод ставит нычку. Ушастый. В общем, переворачивает, переворачивает игру. Просто красавчик. Здесь он получит почти четвёртый левел. Множко на зелёной точке выпасть, там бы, выпасть с томбов экспириенс. И что? В это время у Хумана уже тир-2 и строится тир-2 здание. 43 лимита. Довольно много. Ну, эльф тоже в порядке с голдой. Он там копится. И я думаю, что очень много арчей, кстати. К тому моменту, когда у Хумана выйдут какие-нибудь там кастеры первого эльфа, уже пойдут дриады. Ну, и там до нишек недалеко. Очень необычно, конечно, распределились сооружения оппонентов по карте, да. Такое ощущение, что, там, не знаю, Хуман появился в правом верхнем, эльф в левом нижнем, и они поставили по экспанду слева и справа, соответственно, от себя. А это совсем не так. Совсем вот кто посмотрит на эту карту, ну, опытный человек посмотрит на эту карту, он долго будет моргать глазами и таращиться на экране, понимая, как так поставленное, как так расставленное строение у сторон. Вот, почему? Много футменов. Там второй завод, робогоблины довольно бодрые. Можно, кстати, взять панду уже. Легко вообще. Можно взять демон Хантера, чтобы Маттенкинг был без маны. Но демон все-таки первый, мы его могут окружить, футменов много, сорки, слово, все такое. Может быть, все-таки лучше панду? Я вот думаю. Какой-то герой эльфу, безусловно, нужен. Да, это... Так, Хуман взял панду. Ой-ой-ой, а что ты будешь делать против Моздриад? Братишка! Братишка, я тебе Моздриад принес! Нет, ну это очень, очень самонадеянное решение. А про нечего Хуман поступает, я считаю, в этой ситуации. Правда, очень много футменов с дефенсом, мы типа будем отбиваться от Дриад, но Дриады сами себя потравят. Но сейчас вот отбить одну волну, Tower Defense, этого, футмен Френзи, и все будет хорошо у эльфа. А у эльфа, подождите, я там не заметил. Во-первых, все, первое, что нужно сделать Хуману, это пойти на экспант. Но он даже, он даже не помышляет об этом. Он и близко даже не подозревает, что у эльфа или что-то знает. По-моему, он просто крепится идет. А Тинкер в Солягу по-прежнему без панды, а это напрасно. Очень много футманов, здесь надо качать панду. По-срочному было бы ее заказывать. Да, 4-й левел, Tomb of Experience, почти 5-й. Ну, короче, он решает просто, что 5-й Тинкер с 3-м заводом вин вообще всех по лютому. Экспант, наверное, успел себя купить эльфийский. Эвакуация виспов пошла. Мигрируем куда-то в более дружелюбные рощи. Там на тонких-тоненьких ветвях запахи черемухи душистые. Там, где соловей, российский... Нет, эльфийский славный птах напевает песню свою со свистом. Тут 49-50, тут Хуман вышел уже из лимита. Очень, очень, как-то, знаете, самоуверенно играет Хуман. Из лимита вышел, зачем-то вышел из лимита сейчас. Да, ну, Арчи против футманов с дефенсом, конечно, не бойцы, но тут хантресочки пошли. Ну, я говорил, что эльф может подстроиться, немножко дриад. Ну, и Хуман первый свиток юзает, отличный ЛС. ЛС просто как к себе домой заходит. Можно еще один закидывать на хантреску. Панда... Ой, там она регенит ману. Надо сбить, надо сбить. Еще один ЛС на хантресочку. Отлично. Футменов раздупляет по полной. Тинкер пятый. Но, тем не менее, подразвалился немножко эльф, естественно. Потому что Хумана тупо больше. Подошли первые спеллбрейкеры. Тут нужны, конечно, медведи, безусловно. Но он слил, типа, лимит Арчи ненужный. Панда какая? Ну, там почти треки МК. Первая панда, скорее всего. Ну, пятый Тинкер. Понимаете, он в солягу. У него нет ТП. Беги! Ой, как он классно Дриадой подблочил. Ну, то есть, обеспечил Тинкеру коридор зеленый. Чтобы там его таможня накрыла. МК третий левел. Очень опасно. Тут болты уже пошли серьезные. Дриад надо подконтроливать. Тинкер ничего не боится, потому что мана нет у МК. Панда с Энвулом второго левела. Ну, вот, если будет много Дриад, я... Футменов-то уже пробрили в большинстве своем. Не знаю, я бы на месте эльфа штамповал Дриад. Молоток в них не кинешь, дыхание не отправишь. Дриад и, ну, может, пару медведей для Реджува. Хотя там спеллбрейкеры. Может, и медведей не нужны. Не знаю, Дриада Хантрес я бы гонял сейчас. Вот рили Дриада Хантрес. И все. И плевать вообще. Очень много 40. Ну, там с двумя Дриадами эльф старается контролить. Вгрызается сразу в завод. Отстрелили одного престола. Дриады прекрасно охотятся на хуманских кастеров. Правда, Хуман понимает четко, где. В чем? Силушка эльфийская. Шестой? Рили? Там, походу, Тир-3, я уверен. Потому что, ну, слишком уж быстро экспиренс набирает эльф. Он никого-то особо не убил. Врубает ультимейт. И добро пожаловать в танковое училище Рязанского округа. Добрый вечер. Брусиловский прорыв. Вот это все. Курская дуга. Ща начнется. Так, по-моему, я, конечно, не уверен. Но, по-моему, спеллэмьюнин. В ультимейте. В, господи. Тинкер. И еще одна фишка заключается в том, что он в этом ультимейте может ездить сколько, а его душе заблагорассудится. Ох, 10 хп. А вот это вот он зря, конечно. У него был тп, он мог все сделать, но зачем-то выкупает его тот эльф уже, по-моему, начал. Мега файн. Он не нашел тп в инвентаре, почему-то не тэпнулся. Ну, отдавать шестого героя, это так себе. Там же, по-моему, левелапчик был прям параллельно. То есть он не убил его, не застрелил сам. Замедленный повтор бы показал, конечно. Тут тир-3. Здесь тир-2. Ну, тогда я не знаю. Откуда такие вообще сокровища? Хуман, судя по всему, собирается играть в каких-нибудь грифонов, но это еще одна причина эльфу масить дриад. Вот просто мазь дриад. Мазь дриад, служи России. Панда тебя не достает, мыка тебя не достает, воздух ты контришь, кастеров ты контришь, спалбрекер на спалбрекеров тебе плевать, футманы Хуман уже не строит. Медведь решил разведать собственный же экспант. Говорит, а у нас тут был экспант, а сейчас его действительно нет, дорогой предводитель. Хавки. Зачем Хавки? По что Хавки? К чему здесь Хавки? Я пока затрудняюсь вам ответить. 3-3 герои. Ну, а Танкинг и Панда это, конечно, то еще сочетание. Мощнейшая связка, которая никак друг с другом не не сочетается. Так, начался Харас. Харас Иванович. Тинкер просто, видите, как бодренько, огромным ковшом лупцует по обвышкам. Плевать ему на все. Хорошие пары дыхания. Риджуф, риджуф. Болт в медведя. Да, но у тебя сейчас мана закончится. А дальше что? Минус мишка. Я понял. Ну, с другой стороны, конечно, у Эльфа проблема в том, что у Хумана много ресурсов. Действительно много. И эти ресурсы еще есть, я уверен. В смысле, их будет все больше и больше. А у Эльфа ничего нет. Так, что? Ну, что Хавки? Что? Зачем Хавки? Против кого Хавки? Ну, в массе своей не может ряд и пробереют. Паладин вышел. Маутен Кинг, Пандой, Паладин. Шикарное сочетание, я считаю. У Эльфа очень много ресурсов. Прям он готов сейчас выйти в любой лимит, подстроившись под Хумана. Я рекомендую из трех лорниц все равно штамповать Дриад. Не знаю, как-то подконтроливать на них. А Тинкер бежит ставить завод в другое место. Да, там можно за рудником отлично вылепить завод. Я думаю, ментам понравится. Но не понял, он не ощутил на этой возможности. Посмотрите, какая у него жесткая атака в ульте по зданиям. Он как осадное орудие долбит по ним. Вообще без шансов, без вариантов. Медведик, Грейт. То есть он все-таки решил выходить в стандартный лимит. Стандартный лимит. Нычку не ставит. Это ошибка большая. Эльфийская. Нельзя так опрометчиво. Особенно после предыдущего выпуска, да, где Мун, имея куда более худшую ситуацию. Он умудрялся ставить по 2-3 экспанда. И андет просто не успевал их брить. Здесь надо в любом случае ставить экспэншены при первой удавшейся или не удавшейся, при любой возможности. Тем более, если у тебя копятся ресурсы. Я не знаю, к чему здесь хавки, но если бы вместо хавков было, например, 5 грифонов, поверьте, эльфу было бы куда хуже, поскольку у него там есть медведи. У него есть медведи в армии, они быстро ложатся, ну и дальше. Ну, давайте смотреть. Дрозды нужны, конечно же. Тут ТП. Естественно, эльф пытается защитить единственную свою базу оставшуюся. Тинкер в наглую просто подъезжает, говорит, давай, поехали. Прикрывает завод и начинается великая битва. Но я понял задумку Хумена. Он понял, он открыл для себя очевидную истину. Робо-гоблины не подпрыгивают. Соответственно, до воздуха они не дотянутся. И если выйти в масс воздух, то эльфу ГГ придет. Седьмого левела Тинкер. Гоблины продолжают аннигилировать. Но и воздух потихонечку падает. Там очень хорошо протанковали медведи. Они все погибли, конечно. Но несколько арчей дряда, они там... А Тинкер, кстати, лупцует по воздуху. Он купил арбу. И просто он ощипал там всех этих дятлов. И сейчас готовится сделать из них жаркое. По Тинкеру идет фокус. Минус паладин. Тинкеру вообще плевать на все, понимаете? Это жирная, огромная свинота. Тысяча двести... Семьдесят пять хп, атака под семьдесят. Ё-моё. Арба, все дела. Ну и как-то вот, да, дриадки. Дриадки это наш компас земной, понимаете? Все правильно. Грифоны, кастеры, все это вообще мимо, дриад. Все это проходит мимо. Правильное решение только, дриад надо подконтроливать. Их вообще ничего с ними не сделать. Так, магас на мейне-то есть. Все-таки Тинкер, видимо, у него нет иммунитета. А где Реджу? О-о-о-о-о! Какой дабл, дабл задых от панды получился. Вот это она, конечно, хряпнула, так хряпнула. Да. Прошептала панда на ушко. Да, тут, ну, короче говоря, никакой практика показала, что я плохо знаю матча из-за Тинкера. И оно и не мудрено. Я им играю один раз в 50 игр. До шестого он у меня ни разу не доживал. Короче, этот джентльмен иммунен все-таки к... Ой, не иммунен. Он уязвим к любым заплинаниям. Соответственно, я не знаю, что Эльф так выпендривался. В общем, два раза он не по теме отдал Тинкера. Если первая отдача, помните, когда он там первого левела был без маны, еще как-то могла объясняться чем-то, да, то вот другие две отдачи совершенно глупыми получились. Персоналка. О! А это мы, вот это мы удачно зашли, конечно. Вопросов нет. Вопросов нет. Короче, эта отдача была неконгруентна тем потерям, которые Эльф понес. Он дал много экспы и конечно, хотел, наверное, как-то поглумиться, поугарать, но слишком дорогой ценой. Прилетают хавки, неравный бой с дриадами, коз немного. Все-таки один экспонт у Эльфа, а Хуман уже третий ставит. И там скоро рудник-то закончится. Вот, по-моему, у Хумана один уже закончился в правом верхнем. Ну, войска вступили в бой. Ой, ой, ой. А колодцы все пустые. В Палыча фокус, ну, вообще у Эльфа никого не осталось. Одна коза, да, трактор, Беларусь. Ну, как-то он умудряется Паладина убить, вообще не контролит. Хуман восьмого левела Тинкер. Плевать ему реально на все, он ракеты изучил и танцует. Там колодец есть, магас нужен, нужны потки, нужны инвулы. Да, плевать, панду будем убивать. Нормально! Панда напоследок дыхнула и ее ковшом раздавила. Господи! Что это за герой великолепный? Уже девятого там, наверное, левела. Абсолютно неуязвимый вообще ко всему. Да, и нычки, кранты. Ну, пока не девятого, конечно, я выдаю желаемость действительно. Но там, знаете, уже плевать, там уже ракеты только осталось качать, поэтому оно не принципиально. Ракеты Тинкер не использует, поскольку они не очень эффективны, при этом ману тратят. Точнее так, если бы у него был бесконечный бассейн маны, то он мог бы швыряться этими ракетами, но лучше ману беречь для заводов. Да, да, восхитительное развитие событий. Кстати, оно близится к завершению, правда, не такому скорому. не такому скорому. Так, ну, Хома не теряет присутствие духа, у него, хотя дух уже есть от чего потерять. Вы знаете, есть легкая проблема, у него осталась одна добывающая база, которая скоро кончится, и у эльфа герой, которого нельзя убить вообще, и вообще без спайма судя по всему можно чинить, я не знаю, да? Если да, то это вообще разрыв протокола. Хуман обнаруживает, ну, молодец, он тоже делает грамотную разведку. Тайминги у ребят неплохие, у них вот с руками иногда проблема, ну, а у кого их не бывает, да? Точно уж не мне в этом их обвинять. Может быть, на пинге не нажался ТП в тот раз, или еще что-нибудь. Соло Титкер, кого можно взять ему в помощь, героя, который мог бы переживать катаклизму сейчас, и уже на этом уровне приносить пользу, поскольку он сильно бы отставал от вражеских чемпионов, чемпионов, это что-то изменял, лолер прорвался, от вражеских предводителей. Я думаю, что надо, можно было бы взять Демон Хантера. Ну, вы понимаете прекрасно, он довольно плотненький, даже на первом левеле, плюс у него есть Моноберны, Моноберны, которые довольно сильно будут досаждать и Маутен Кингу, и Панди, и Паладину, то есть, ему есть где разойти здесь, тем более, было, что покрепить, то есть, он мог бы до второго докрепиться, там уже какой-никакой появляется мисс, у него аура, пассивочка. Ну, и постоянно развешивать Моноберны, Моноберны, Моноберны. Потому что дальше Тинкера качать уже некуда, и вот он сейчас скрипился, да, скрипил лагерь наемников, я надеюсь, что Эльф понимал, что он от этого экспириенс не получает, только голду и девайс, а вот, представьте, на его месте мог бы быть Демон Хантер, который довольно живо, смотрите, вон оранжевая влевом, в нижнем углу точка, вон в магазине оранжевая точка, лагерь наемников, и вот тебе уже третий Демон Хантер, Риля, третий Демон Хантер с моноберном на соточку, которого можно ставить, который довольно плотный герой, агильщик, и его не так просто убить, но Эльф, уже, видимо, это нестандартное развитие игры, оно совершенно сбило Эльфу собственный настрой, безусловно, безусловно, извините, сообщение пришло срочное, на нашу базу напали, в Аксае, гараж ломают, помогите, вот, короче говоря, вот такие дела, но ситуация, честно говоря, здесь разворачивается в борьбе за последний оставшийся экспант, и кто проморгает экспэншн, кто даст сопернику там построить, и самое главное защитить свою базу, тот сольет игру, у Эльфа закончился мейн, у Хумана, ну, в смысле, рудник, у Хумана тоже закончился рудник, и, соответственно, Хуман там, кажется, уже поставил новую нычку, соответственно, все, что сейчас нужно, это посражаться за нее, далее, то есть, рабочие могут сколько угодно добывать леса на на оставшихся базах у Хумана, это ничего не даст, и Эльф принимает единственно правильное решение, это еще одна слабость Эльфа, понимаете, вот очередная, очередной дефект, очередной изъян, там, да, очередная уязвимость Эльфа, у них здания ходят, просто Хуманы завидуют, наверное, тиранам в Старкрафте, которые могут тоже взять здание, в воздух поднять и полететь куда угодно, как перелетные дрозды, ну и все, Эльф собирает армию пеньков, можно было Магаз взять, кстати, 32 лимита, у него нет голды уже, у него очень много леса, но это не Age of Empires, лес на голду не поменяешь, и вот она, атака энтов, друзья, последняя, последний аккорд в этой рапсодии, атака Буратин, деревяшек, я не знаю, футболистов сборной России, какие угодно метафоры можно здесь применять и аллюзии, так, дриады на разведке, плохой танк, стенка из дриады, это плохой танк, да, Хуман, вот у него пятая панда с одной стороны, там дриады, понимаете, плевать им на эту панду, плевать им на этого Маутен Кинга, деревья можно немножко, конечно, подуть, ну вот, эльф готовится, завод, Хуман зачем-то полез в атаку, но может быть, кстати, развел эльфа на этот завод, который никого не атакует, застрелили тем временем дятла, что бывает, впрочем, эта печушка, она обречена с таким количеством охотников на этой карте, понеслась, атакать буратин, я, я честно, не знаю, на кого здесь поставить, очень тяжело контролить, когда вот так вот деревья стоят, толпятся, они довольно толстые, и фиг поймешь, как там, ну не тыкнишь, все там в дриаду, поскольку у нее там текстурка маленькая, и у этого мэйна, как 8 дриад, блин, и попробуй попади в эту козу, чтобы в нее пострелять, все, эльф набрасывается на мэйн хумана, и хуман, хуман просто испугался сражаться, просто забоялся, стенка есть из деревьев, ну и как ты будешь убивать дриад, я не знаю, вот как здесь убивать, дятлами, только дятлами, хуман, там не знаю, маутен кинг, панда, побегут их, там запинают лещами дубы-колдуны, и соответственно, тинкер тоже замочит, сбрили экспант, есть ли у эльфа деньги на свой экспэншн, войска вступили в бой, а, какие деньги, боже, конечно, там же мэйн, я же забыл, что эльфы очень угнетенная раса, просто пришел мэйн с другого места и вселился, такой, мэйн-квартирант, ну все, хуман бросается теперь в отчаянную атаку, отбивать в этот раз уже эльфийскую базу, и падают дрозды, дриад, надо контролить, но эльф вообще не контролит дриад, посмотрите, они просто стоят и обмениваются лещами с пандой и маутен кингом, это, кому это вообще, кому это, кому это понравится, дриадам не нравится, они все умерли, и хуман, кажется, все-таки вбревает эльфа, два завода, конечно, робогоблины там бесчинствуют, просто свирепствуют в тылах хуманских, ну и плюс есть еще тинкер, но вся армия погибла, там еще под шумок появился иннерфаер, внутренний огонь у эльфа, героев теперь хрен убьешь, диспелить это нечем, виспо можно диспелить, тинкер будет, конечно, еще голову морочить, но развязка на самом деле абсолютно непредсказуема, только что мы сказали, что у эльфа все прекрасно, но он посадил деревья, и стенка исчезла, хуман пришел и пробрил, ох, как отличное лечение в хавка, тинкер один, просто все равно заковырял паладина, я не знаю, как у него это получается, еще один завод, ракеты, лупасит просто, на чем свет стоит, тролльберсерк, минус, маутен кинг, паладина нет, боже, неужели там реально тинкер сейчас всю игру затащит, я не верю, что он такой сильный, это невозможно, одна там дряда как-то пережила эту катаклизму, завод крепкий, его так просто уже не убьешь, ракеты в панту вгрызаются, кажется, эльф побеждает, ребята, эльф побеждает, у хумана нет ресурсов, у эльфа заработала нычка, выходят новые дряда, это победа, сколько раз, сколько раз чаша весов склонялась, то в одну, то в другую сторону, но здесь кажется у хумана все оставшиеся шансы исчерпаны, и гонит, гонит тинкер с арбой хуманских героев на мейн, ракеты, станчик, догонит, он догонит сейчас, панди, на подзатыльник, а еще одного, какая жесткая атака у тинкера, он совершенно невозможный, ракетами промазал, бежит назад, о, ну и грифон тоже подойдет, нормально, девятого левела, сейчас будет десятый тинкер, да, 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 десятый тинкер, 1450 хп, 11 армора, просто неубиваемая машина, что делать, ОМК с пандой совещания, на мейне, что делать, ракеты, хер поймет, я не знаю, эльф, эльф не понял, не понимает до сих пор, как летят ракеты, но хуман, просто там совещание у панды, у маутен кинга, они не понимают, они сейчас на камень, ножницы, бумагу сбрасываются, кому из них, кому из них идти, идти разбираться с тинкером, это знаете, сейчас каждый из них выясняет, кто из них старше брата, кто младший, потому что по идее разбираться должен старший, вот они оба тычут друг в другу, паспортами в лицо, говорят, нет, нет, я, я младше тебя, ну, формально, конечно, МК старше, поскольку он первый появился на этой карте, но разбираться идет панда, берет всех ментов, ладно, МК тоже идет брат за братом, с этим огромным дылдой, опа, тинкер не в форме, ультуют, ракеты, понеслась, с этим огромным битюгом, блин, как с ним вообще разговаривать, и он сразу под деревья, там под деревьем будет стоять завод, ну, короче, единственный шанс, конечно, тинкера, закидать болтами, задышать, больше шансов нет, Маутен Кинг, там панда пятая, ну, посмотрите, как ему плевать, а как же ракеты долбят, да иди, твою мать, почему так больно, еще одно дыхание, а где болты-то, лол, эльф понимает, хуман понимает, что нет, даже вдвоем на одного, это страшный, реально страшный сон гопников, вдвоем на одного, они пришли, их раскидал какой-то борец, и все, побеждает эльф, короче, тинкер имбаланс полнейший, он затащил катку в Солягу, его вообще не убить, я никогда не видел, чтобы пятая панда и пятый Маутен Кинг выглядели такими беспомощными против героя, никогда, третий пала всех развалил, всех раскидал, это не тинкер, это какой-то трансформер, это от чертов автобот, это, это, как его там звали-то, я забыл, ну, вы поняли, кого я имею ввиду, в общем, бульдозер просто катком прокатился по несчастным хуманским героям, офигенная демка, пускай там не было очень высокого скилла, пускай мы не видели каких-то божественных микро-мувов, но само развитие сюжета было крайне увлекательное, я надеюсь, вам тоже понравилось, с вами был Банилур, вступайте в наш паблик ВКонтакте, там у нас бывают активности, помимо новостей из жизни группы, помимо непосредственных бест-реплеев, мы выкладываем еще очень интересные новости о Варкрафте и мои прохождения других игр, плюс ко всему проводим там регулярно розыгрыши, ну, а топ-5 самых щедрых саппортов за всю историю нашего проекта прямо сейчас на вашем экране, хотите попасть в этот зал славы, вам нужно, ну, вы знаете, что делать, найти свой электронный кошелек и отправить сколько вам будет угодно денег, то есть, сколько вам не жалко сумму, которая вас устроит, в общем, сколько бы вы нам не представили, вам огромное спасибо всем, кто поддерживает, огромное спасибо всем, кто смотрит, мы очень рады, тому, что проект развивается, набирает все большую популярность, и до новых встреч в следующем выпуске Best Replayers, с вами был Банни Ворс, а в goodgame.ru пока! Субтитры сделал DimaTorzok